Сейчас много говорят о праве выбора. Да, право выбора есть у каждого. Но может ли человек выбирать между жизнью и смертью? Наша жизнь превратилась в пятерых путников, заблудившихся в лесной чаще. Наша жизнь слишком коротка, чтобы не слушать мудреца. Итак, однажды пятерых путников заблудились в лесной чаще. Перед ними стал сложный выбор, куда же пойти дальше. Первый путник сказал, что не пойдет туда, куда не знает дороги, и повернул обратно. Второй из них заявил, что пойдет направо, потому что правый путь всегда верен. Третий путник сказал, что не пойдет вместе с ними, и отправился налево. Четвертый путник, не привыкший сомневаться, утверждал, что нужно всегда двигаться вперед. Он выбрал прямой путь и продолжил идти прямо. Пятого путника. Не одолевали сомнения. Он произнес. Друзья мои, подождите, я знаю, как понять, куда идти. Для этого надо посмотреть сверху. Он залез на самое высокое дерево и взглянул оттуда на лесные заросли. Однако остальные не стали его дожидаться. И каждый пошел своей дорогой. Сидя на дереве, пятый из путников увидел границы леса и те, выбранные его товарищами. Ему стал виден самый простой и короткий путь, по которому он и выбрался из лесной чащи. Этого путника можно назвать мудрецом, потому что он не стал спешить с принятием решения и поднялся над проблемой, чтобы видеть всю картину целиком. Это помогло ему сделать выбор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!